Огромное количество людей больных, нездоровых. Но Маску повезло, у нее нормально произошло развитие, и, как ты правильно сказал, это конек. Другим везет не так, они инвалиды, и, в общем-то, абсолютно безнадежные по причине того, что человечество не быстро развивается с точки зрения кибернетики. Я бы... даже не кибернетики, а кибербионики, как она там называется. Ну, то есть, создание кибербиологических систем. Вот, и в Штатах как к этому относятся? Ты все-таки рядом с этим, ты в медицине, и поэтому там припоны есть или нет? Вот в Китае, я так понимаю, нет никаких припон. Ты можешь, блядь, голову профессора Дойля делать, там, я не знаю, четыре ноги пришивать. В общем, делать все, что вживлять в мозг, что хочешь человеку, глаза деревянные ставить, ну и прочее, прочее, прочее. И, как бы, мы видим. Но Китай, как ты видишь, он и эту часть, он ее не демонстрирует. Если США показывают какие-то бионические протезы и так далее, по Китаю мы понимаем, что идет какая-то работа, потому что мы видим роботов, потому что мы видим каких-то этих дронов, видим какие-то новые компьютерные системы. А вот этих систем мы не видим, да, они в Штатах есть, они есть в Англии, во Франции, там, в каких-то других развитых странах. Вот как в Штатах есть какие-то тормоза тому, чтобы развивать это? Ну, грубо говоря, чтобы из инвалидов делать киборгов. Вот так, условно. Я думаю, что очень большие препоны, причем они не то, что, может быть, созданы как бы искусственно, специально, значит, типа с целью саботажа, задержки развития собственной страны. Просто, ну, как бы, идет такое, значит, постепенное развитие, и они не понимают, что некоторые вещи нужно отменять, значит, со скоростью, там, молнии, то есть, потому что они настолько тормозят, что действительно оказываешься в заднице. Раньше или позже. Я думаю, видишь, Китай почему молчит, потому что они понимают, что изобретение какого-то искусственного интеллекта, это будет сродни изобретения, знаешь, цепной ядерной реакции и ядерной бомбы. Или там то же самое, что договориться с инопланетянами, чтобы вон всех америкосов нужно замочить, у которых там вообще какие-то заоблачные технологии. Ну, будет так же, как, помнишь, эти индейцы, когда в день благодарения сейчас мы отмечаем, примерно то же самое. То есть, дайте дома оружия, мы там развернемся с тем временем. Я так понимаю, у Китая еще ничего такого супер-мупер-крутого нету, но кто знает, это может появиться завтра, и тогда они скажут, ну что, США, давайте договариваться, у нас вот такая есть фигня, а вы что можете предложить? Ну, с точки зрения вот торможения, допустим, самая банальная вещь, вот с этой марихуаной уже как с притчей во языцах мы носимся, вот, а в 32 штатах ее разрешили. Наконец-то в Алабаме, блядь, в этом, значит, консервативном штате республиканском, две палаты, значит, тоже там палат представителей и сенат одобрили. Сейчас это пойдет на подпись губернатора, губернатор-республиканка, она еще и думает над этим вопросом. То есть, вот такая, а там уже доказано, от марихуаны смертности нету, помогает там при всех возможных неврологических заболеваниях, и мы не можем изучить ее. Там они говорят, она вредна, а мы, а давайте ее изучим. А не можете изучить, а почему? А потому что вы ее не можете перевести по хайуэю между штатами, потому что это федеральная трасса, а она подпадает по федеральный закон незаконных наркотических средств перемещения. То есть, все. То есть, нельзя ее вырастить, нельзя ее экстрагировать, нельзя ее изучить, нельзя там препарат сделать, нельзя его, вот эти все трайлы, как Георгий рассказывал, пропустить и так далее. То есть, такая логистическая черная дыра, что ее невозможно, и только, знаешь, оборди-фузер разрубить. Байден тоже против легализации марихуаны на Соединенных Штатах. А ты говоришь, там голова профессора Доволя, там забудь об этом, там что-то там дело такое, что там, знаешь, эксперименты. Про генетику мы с тобой столько разговаривали раз, я от этого не могу понять. То есть, все уже, можно там, знаешь, овец там делать, уже там в Англии, что они сделали долли, сколько-то было. Я про эту доллю помню уже, я не знаю, сколько себя помню. И все, застряло. Есть у вас блюпринт, бог создал по кальке, вот вам эти, чертеж человека, да, почему бы не попробовать. Нет, этически нельзя, с точки зрения, там, знаешь, религиозных движений нельзя. Ну и останетесь, когда, знаешь, у Китая будет и овца долли такая, величиной там, с этого, с тираннозавра. Если они самого тираннозавра не сделают. Вот, и все другое прочее. То есть, это, конечно, вот, это тормозится. Но тормозится, говорю, не с точки зрения, что, значит, давайте вот помешаем там кому-то развиваться, а с точки зрения таких вот тупых, закостенелых, ну, правителях практически. То есть, кто там сидит там, ну, вот у них колледж, и все, вот они там, значит, смогли там в политику выбраться. Они не смотрят, они не маски, у них мозг, видишь, что маска задача, я, говорит, хочу устроить межпланетную жизнь. Какому-нибудь республиканцу это там в голову приходило, он там от выборов до выборов живет. Спасибо за субтитры Алексеем Дубровскому! Продолжение следует...